Здравствуйте! Это новости Дагестана. В студии Джамиля Шарипова и вот главные темы сегодня. Трехсменки, конец. В Махачкале строят школу, которая по плану руководства должна снять режим обучения детей в три смены. Трехсменки, конец. Жителям Хасавюрта не приходится ездить в столицу республики. Медики города предлагают местный кислород. Три героя России посетили Дербент в рамках патриотического проекта «Вахта героев». О целях и итогах подробно в выпуске. Двенадцать новых школ и более шести тысяч учебных мест. В Махачкале идет активная ликвидация трехсменного обучения. Мэр Махачкалы Салман Дадаев лично осмотрел ход строительства одной из таких школ, которая возводится между поселком Семендер и поселком Красноармейская. Подробности в нашем следующем сюжете. Бассейн, актовые залы и спортивное ядро. Это учебное заведение по праву можно назвать школой будущего. Здесь все по современным стандартам. Кроме того, она выполнит главную свою миссию – ликвидирует в трехсменку в столице. Высокая рождаемость и активная миграция вынуждают муниципальную власть в усиленном темпе создавать дополнительные рабочие места и строить школы. У нас в этом году двоикратно увеличилось количество первоклассников. 6 детей вместо плановых – 3000 детей. Это, конечно, не может нас не радовать, такие демографические результаты. Но, тем не менее, большую нагрузку испытывают действующие школы в связи с тем, что они и так работали с перегруженной проектной мощностью. И сегодня туда добавилось значительное количество обучающихся. Но для того, чтобы решить эту проблему в рамках тех задач, которые ранее были руководством страны поставлены, в Махачкале сегодня уже строится 4 школы. На одной из них сегодня мы находимся. На смену скучным и тесным кабинетам приходят просторные яркие помещения. Уже в конце этого года тут будет стоять суперсовременная школа. Прилегающую улицу тоже асфальтируют в рамках нацпроекта безопасные и качественные автомобильные дороги. Соответственно, каждому строящемуся социальному учреждению, будь то детский сад или школа, у нас запланировано также и проведение дороги. В прошлом году мы построили к действующим школам большую часть дорог, часть то, что не успели, в этом году тоже реализуем. Сейчас администрация возвращает и незаконно захваченные земли. Их будут резервировать под строительство социальных объектов. По словам мэра Махачкалы Салмана Дадаева, впервые за несколько десятилетий на территории муниципалитета запланировано строительство двух поликлиник. В поселке Ленинкент и микрорайоне Сепараторный. В 2019 году нам удалось начать работу по возврату земельных участков. И вот в 2020 году мы уже смогли передать Министерству здравоохранения Республики Дагестан для строительства лечебных учреждений в рамках национального проекта создания первичного звена здравоохранения. Два земельных участка, порядка по 6000 квадратных метров каждый, что позволит на этом месте возвести соответствующие поликлиники на 200-250 мест посещения. Алина Багилова, Нурмагомед Магомедов и Дауд Касанов, телеканал ННТМ Хачкала. Министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов встретился с выпускниками вузов МВД России. В торжественной обстановке министр поприветствовал ребят, прибывших для прохождения службы. Отучившись пять лет в учебных заведениях федерального МВД и получив офицерские звания, молодые люди продолжат службу по специальности в системе МВД по Дагестану. 33 молодых лейтенанта получили служебное удостоверение из рук Абдурашида Магомедова. Привлечь молодых специалистов, решить кадровые проблемы в селах. 20 врачей и два педагога Кайкинского района получили сертификат на земельные участки. Это благодаря проекту «Кадры в село», инициированному полтора года назад председателем Республиканского комитета профсоюза работников здравоохранения России Замрут Бучаевой. Дополнительный стимул остаться в селе уже получили специалисты в более чем 10 районах. Вот этот сегодняшний шаг, который глава Кайкинского района предпринимает, делается для того, чтобы, конечно, прежде всего отметить ваши заслуги, то есть вы среди лучших врачей этого района. И второй момент – это то, что мы надеемся, что вы останетесь в этом районе и дальше. В актовом зале администрации муниципалитета собрались медики и педагоги, приехавшие сюда по федеральной программе «Земский доктор» и «Земский учитель». Специалистов пригласили, чтобы поблагодарить за принятое ими решение остаться в селе. Идею поддержало руководство республики и главы муниципалитета. То, что сегодня оценивается труд молодого специалиста, приехавшего в село, именно тем, что не просто он получил миллион. И через пять лет он подумает, уехать ли ему отсюда. Это та поддержка, которая сегодня позволит ему действительно остаться в этом районе, расти и развиваться дальше, как специалист. Кислород – самый важный элемент для жизни и здоровья человека. Современные методы позволяют применять его в чистом виде для лечения и восстановления организма. Кислородные капсулы сегодня применяются практически во всех медицинских областях. В Хасаверте такую процедуру предоставляет клиника «Альтермед». Подробности расскажет Карим Даниев. Использование барокамеры – это современный способ профилактики, лечения и восстановления организма после тяжелых болезней. Физиопроцедура проводится в специальных капсулах, где человек дышит только чистым кислородом под повышенным давлением. Есть несколько видов оксигенации. Это гиперборическая оксигенация, нормоксическая оксигенация. Это наиболее безопасный метод лечения и он используется очень широко в клиниках. Процедура используется почти во всех медицинских областях – от неврологии, кардиологии до педиатрии. Сегодня пациентка клиники «Альтермед» проходит эту процедуру, чтобы восстановиться после тяжелой формы коронавируса. Как вы себя чувствуете? В пульмонологической практике кислородная барокамера используется у больных с постковидным синдромом, что сейчас наиболее актуально. И очень много больных таких, которые нуждаются в этой помощи. Дыхательная недостаточность, пневмофиброз, хроническая обструктивная болезнь легких и бронхиальная астма. В капсуле концентрации кислорода в пять раз больше, чем в воздухе. Под давлением он насыщает весь организм и все ткани, даже те, в которых резко нарушено кровообращение. В среднем на восстановление после ковида у больного уходит от двух недель до двух месяцев. А в клинике «Альтермед» достаточно пройти от трех до восьми процедур насыщения кислородом, чтобы у пациента ушла отдышка и улучшилось общее самочувствие. Мы изучили международную практику использования барокамеры и увидели, какой результат она оказывает, в частности, в постковидной реабилитации. Мы решили приобрести сюда, в «Альтермед», кислородную капсулу. Барокамеры сегодня популярны и в сфере красоты. Процедуры применяют в косметологических и в спортивных целях. Спортсмены в самых развитых странах используют кислородные капсулы для восстановления после изнурительных тренировок. На сегодняшний день это единственная барокамера в косовюрте. И сейчас мы уже видим по пациентам, которые приходят, что это не только медицинские показания, но и те люди, которые заботятся об эстетике своего тела, спортсмены, люди, которые занимаются спортом, фитнесом, потому что эти люди прекрасно знают, для того, чтобы приобрести качественную, красивую мышечную массу, нужен кислород. Именно он позволяет усилить эффективность тренировок. Мы уже видим, что начинают направлять и косметологи, потому что это серьезная помощь в косметологических проблемах, проблемах кожи, проблемах волос, проблемах ногтей. Такие эстетические эффекты, которые достаточно важны для многих женщин сегодня. Подпитать организм кислородом можно абсолютно в любом возрасте, от самых маленьких до пожилых людей. В Хасавюрте такую возможность представляет современная клиника «Альтермет». Карим Данив, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Хасавюрт. Махачкалинский двор благоустроили по поручению президента России. Общественное пространство по улице Хаджи Булача – одно из самых крупных объектов, отремонтированных в столице Дагестана в текущем году. Результаты работы удовлетворяют запросы представителей всех возрастов. Для детей и подростков построили футбольное поле. Для самых юных махачкалинцев – детский городок с травмобезопасным покрытием. Появились воркаут-площадка и уютные беседки для взрослых. Так как эту программу реализовывал не только я, не только управление ЖКХ, я думаю, ваших аплодисментов заслуживают и строители, которые это все делали, терпели замечания от вас, все это переправляли, исправляли от нас критику. Я думаю, аплодисменты для строителей, пожалуйста, за ту работу, которую мы выполняем. На самом деле и от нас, и от вас достается, и это правильно, так оно и должно быть. Ну и, конечно, депутатский корпус. Юным футболистам привезли новые мячи и персональный подарок от мэра. Мальчишек теперь будет обучать футболу тренер, которого специально примет на работу градоначальник. Напомню, что с просьбой благоустроить территорию в интернет-приемную Владимира Путина обратился один из жильцов дома. Отреагировал на обращение Салман Дадаев, который включил двор в проект благоустройства. Махачкале-росгвардейцы спасли жизнь пенсионера, упавшего в канал имени Октябрьской революции. Утром по дороге на службу оперативные дежурные управления Росгвардии Азамат Дагиров и боец махачкалинского ОМОНа услышали крики женщины о помощи. Откликнувшись на призыв, они увидели в канале человека, который уже не подавал признаков жизни и спасли его. В настоящий момент жизнь мужчины вне опасности. Общими усилиями мы вытащили его с канавы. Когда вытаскивали с канавы, он подал признаки жизни. Сначала он не подавал признаков жизни, не двигался. Потом оказался живой, здоровый. Вытащили с этого забора. Там оказали нам еще помощь гражданские люди. Я не считаю, что мы посовещали какой-либо подвиг, потому как каждый мужчина, каждый гражданин должен был поступить так же. Дербен принял вахту героев. Древний город посетили три героя России. Владимир Алимов, Анатолий Коробенков и Игорь Тарелкин. Они встретились с главой города Рустамбеком Пермагомедовым. После делегация отправилась на возложение цветов к мемориалу скорбящей матери в парке боевой славы имени Шамсулы Алиева. В рамках визита состоялась встреча и с дербенской молодежью в школе номер 15. Цель проекта – патриотическое воспитание молодого поколения через живое общение с героями России, совершившими подвиги во имя Отечества. Махачкалинский Анджи вернулся в тройку лидеров первенства России ФНЛ-2. Накануне в рамках девятого тура команда Артура Садирова одержала гостевую победу в Пятигорске. Со счетом 3-0 был повержен местный Машук. Голами в этой встрече отличились Шахбан Гайдаров, Магомеднаби, Ехьяев и Султан Исаев. Свои игры девятого тура также провели еще два дагестанских клуба. Так, столичная «Динамо» одержала волевую победу над «Динамо» с Таврополем 3-2. А «Легион» в родных стенах потерпел поражение от майкопской дружбы со счетом 1-2. По итогам тура Анджи поднялся на вторую строчку в турнирной таблице. «Динамо» и «Легион» идут на четвертом и седьмом местах. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!